слава богу слава иисусу христу нашему спасителю господу братья и сестры доброе утро 6 утра в киеве благоставляю всех вас во имя господне в этой утренней молитве трансляция с утренней молитвы с нашей киевской архипископии благоставляю всех вас во имя господне сегодня у нас тоже причастие евхаристия утро в киеве сегодня дождливое утро такой и ночь была дождливая такая пасмурная дождливая и утро у нас дождливое сегодня но главное чтобы в сердце было солнышко солнце правды наш господь иисус христос сиял вот и сегодня на дворе у нас да у нас 16 апреля 2019 года по гражданскому исчислению нашему вот а в библейском календаре сегодня уже один утро 11 ниссана 11 ниссана или же авива авив в библии этот месяц называется трояка он называется то просто первым месяцем первый месяц вот потому что по просьбе самого всевышнего бога мы введем исчисление месяцев года и лет также и от этого месяца вот и от этого года исхода нашего и от нашего исхода 3331 год если считать вот и этот месяц называется первым месяцем называется часто поэтому а также называется библион ниссан ниссан но ты имя более это название более распространенное хотя она не еврейская но она вот как бы очень популярная такое обычно кто библию читает чаще всего внимание обращает на это название вот поэтому ниссан для автолюбителей это хорошие японские автомобили для любителей библии божьего слова это еще и месяц исхода даже скажу в первую очередь это месяц исхода нашего выхода из рабства вот и этот месяц называется еще а вив а вив буквально по-русски как можно перевести просто как весна весна это еврейское название уже вот библия но встречается до месяц авив весь месяц весны вот и в израиле это самый красивый месяц ну есть разные конечно вкусы есть разные мнения какой же месяц самый красивый в израиле но как бы большинство всегда с древности глубокое предпочтение давала именно месяцу авиву это буйство весны это авив это не просто весна это как бы буйство весны но в хорошем таком в русском говорится это как самое цветение то самое просто самая красота весны апогей весны это еще не лето но уже и не ранняя весна вот и это как бы уже такое именно апогей весны Поэтому месяц Ниссан, да, но у нас здесь в Киеве холодно, достаточно холодно, температура почти к нулю идет и, значит, в общем-то и дождь за бортом Ну ладно, вот, в следующем году в Иерусалиме, в следующем году уже в Израиле, дай Боже Вот, и сегодня 11 Ниссана, вот, это уже последние дни, предпасхальные дни, сегодня вечером, поэтому, друзья, подключайтесь к трансляции, где будем о Пасхе продолжать рассуждать Сегодня, наверное, зачитаю как раз о Пасхе из книги Исход Вот, и, да, уже 11 Ниссана, значит, 14 Ниссана полнолуние, когда Бог нас вывел из земли египетской, из дома рабства Вот, и уже 3331 год прошел с того Великого Исхода Божьего Народа, Великого Исхода Божьего Народа Это почти как уже рифмы И вот, друзья, дамы и господа Вот, и от сотворения мира 5779 на дворе год Вот, а от исхода 3331 год Вот, и мы календарь так публикуем, наш церковный календарь В интернете публикуем Хотя и печатный тоже делали Уже и такой на стены был у нас как-то календарь И перекидной такой календарь был Ну, малым тиражом и быстро разошлись они Даже у меня не осталось экземпляров Но в электронном варианте есть благо Вот, и обычно у нас календари все вот такие стандартные Издаваемые были всегда, вот, ну, по гражданскому календарю ориентированные Вот, но я хочу, очень хочу издать календарь нашей церкви Именно в библейском таком звучании От Пасхи до Пасхи То есть, как бы, от Авиева, да, от Ниссана Вот, и даст Бог Ну, издадим в следующем году уже Вот, а через год вообще будет дата у нас такая Представляете, нашего исхода Такая будет очень красивая дата Я представляю такой календарь Реформаторская православная церковь 3333 3333 год Да, сейчас на дворе 3331 год от исхода Вот, следующий 3332 год А уже через год 3333 год Вот это будет красивое такое будет оформление Думаю, 3333 Вот, и, ну, как говорится, грех не издать такой календарь уже Вот, но самое главное Конечно, да, прошло уже больше 3000 лет С того исхода Со времен Моисея Но в Новом Завете Рассказывается Тайна Что наш исход Наша Пасха Это сам Господь Иисус Христос Ишуа Машиах Он является нашим спасителем Он является нашей Пасхой Нашим избавителем Сам Машиах является Пасхой Вот, и, конечно Вот Это великая тайна И каждый раз, вот, совершая Евхаристию Литургию, совершая Причастие, хлебопреломление Мы рассуждаем о теле и крови Христа Мы рассуждаем о великой жертве Смерть Господню возвещаем Доколе Он придет Возвещаем То есть не просто так вот Втихаря где-то так вот Ну, между собой так где-то так пояшкались И, значит, немного Посудачили Понарассказывали друг другу истории И разошлись Вот, нет Именно возвещаем То есть мы провозглашаем всему миру Всей планете нашей Провозглашаем Без боязни, но Пытались на протяжении 2000 лет Нам рот заткнуть многожды Поднимались большие или малые гонители Церкви Божьей И возвещение Царства Божьего Как бы пытались остановить Ничегошеньки у них не получилось Почему? Потому что глава Церкви Христос Потому что основание Церкви Сам Христос И потому что вся Церковь Это и есть Тело Иисуса Христа Это третий храм Святой храм В Господе Аллилуйя Аллилуйя Ну если не считать Того переносного Передвижного храма Были мы такие Евреи Передвижники Ходили по пустыне Была скиния Передвижной был такой храм Ну если его не считать То Когда Соломон По-татарски Сулейман А так значит Соломон библейский Шлома Когда он построил Храм Мы его называем Первым храмом Первым храмом Вот И Хотя Если исторически То самым первым храмом Можно назвать Было еще Вот то Рай Рай еще Господний Света пишет Дяченко Шалом Дети Любви Мне так нравится Как вы говорите Пишите Дети любви Иисус Защита для народа своего И оборона Для сынов Израиля И Украины Иоиля 3.16 Аллилуйя Аминь Аминь Вот сегодня у нас В церкви Проходит молитва За Украину Вот И В преддверии Выборов Которые выпадают Как раз На пасхальные дни Значит Потому что Пасха В этом году 19 и 20 Получается Апреля А уже 21 Это будет Шаббат По-моему Как раз Надо посмотреть Будет уже Второй тур Выборов Вот И Или воскресенье Будет наверное Надо посмотреть По календарю Я больше Сейчас библейский Календарь Так вот Рассматриваю А вот Насчет выборов Не посмотрел Вот Но Интересно Что Вот В молитве Да Мы говорим О защите И Такой Охране Да Обороне Для Сынов Израиля И Украины Через кровь Иисуса Христа Как вот В древности Тогда 3331 год Тому назад Губитель Проходил Мимо Когда Когда он Проходил Мимо Когда видел Кровь Агнцев На Косяках Вот И Косяки Строились Каким образом Получается Был еще Такой Желобок Вот Археологи Нашли много Этих порогов Таинства Порога Есть такие Даже темы У проповедников У Джима Стейли У других проповедников Очень хорошие темы Вот И порогов Этих Археологи Нашли Домов Разных Богатых И бедных Великое множество Как вы считаете Можно подавать Записку В православной церкви За здравие А почему бы нет В принципе Вот За здравие Просить молиться В любой церкви Думаю Достаточно Ну как бы Достойно И мы молимся За здравие Единственное Что мы Как в традиционной Православной церкви Мы не молимся За покой А за здравие Пожалуйста Молимся За здоровье Кашу маслом Не испортишь Как говорится Молитва Это то Чего слишком Много не бывает Никогда Поэтому Когда просим Молиться Я допустим Часто обращаюсь С молитвенной Такой нужной Какой-то С просьбой Ко всем христианам И православным Разных Патриархатов Разных Канонических Неканонических Католическим Верующим Протестантским Разным Очень верующим Мессианским Верующим Тоже Очень разных Течений Я прошу Всех О молитве И благодарю Бога Всемогущего Я так и говорю У себя в церкви Обычно Кашу маслом Не испортишь Молитва Это то Чего слишком Много Никогда не бывает Вообще Но самое главное Чтобы мы Понимали Что молитва Это общение С Богом Это общение С Творцом Вот И Здесь Такое Не пройдет Чтобы Без меня Меня женили Здесь Так не получится Вот Здесь Даже если Все церкви На планете Там Тысячи разных Ветвей Там Христианство Вот Там Миллионы Собраний Разных Объединятся В молитве За вас Это не снимает С вас Личной ответственности Перед Богом Вот именно Персонально Личное обращение К нему Вот Молитвы Разговоры Общения с ним Вот Поэтому Здесь Нужно тоже Баланс Такой Так что Друзья Вот И Ну Когда мы молимся Да Когда верующие Объединяются в молитвах В этом великое силище Когда мы чего-то вместе хотим В этом великое силище Вообще Вот Конечно И в плохом тоже Примеров Более чем достаточно Но и в хорошем Вот В плохом Наши Предки Наши отцы Наши деды Вот Хотели Построить Коммунизм Вот И объединились В этой идее Вот И Теперь мы видим Что конечно Это было Большим позором Но Тогда Да Вера Огромные дела делает Вот И Когда люди Объединяются Даже в дурном В плохом Это как бы Сила Вот И Или как В Библии Пример есть Ну Из коммунизма Это я уже Ближайший к нам взял пример А из Библии Пример Это вот Собственно Вот Вавилонская башня Да Они так объединены были У них были Такие общие усилия Что В общем-то Даже Бог В шоке был Как же так То есть получается Даже Они Исполнят Что они Задумали По-любому Потому что Они вот Были Едины Единство Как и в плохом Так и в хорошем Огромная сила Вот И Но когда мы в хорошем Когда мы Именно в молитве За Людей То это Просто Напросто Огромная сила Вот И примеров Более чем достаточно Когда мы в молитве За народ Я сегодня молюсь Здесь у меня Вот здесь даже И распечатки эти есть Вот Я очень люблю петь Украинскую мову Даже если Вот Это сделал Как бы Заставочкой И в начале Опубликовался Те Да Успел Опубликовать Потому что я Сделал публикацию Ну Нажал Отправить А у меня завис Компьютер Поэтому я даже Не знаю Оно Опубликовалось Не опубликовалось Теперь вижу Что уже Опубликовалось Вот Значит Песня Очень люблю Эту песню Там Боже Я молюсь За Украину Боже Молю Тебе За людей Ты их Просты Ты их Спасы И Мыли Свою Нам Я Вы Боже Я знаю Что Ты будешь С нами В храме Своему Под небес Сами Радость И мир Ты Дарував Життя За людей Віддав В книгу Життя Нас Нас Записав В твоем Слові Живому Ти Нас Життя Назаписав Аллилуйя Аллилуйя Кстати у меня на телефоне Будильник Включается на бандуре Играет Забыл как зовут этого музыканта Очень красиво звучит бандура Кстати мне так нравится Бандура это такой Украинский национальный инструмент В России В древности были Гусли Нечто подобное Но бандура она еще больше чем гусли И там Даже не знаю сколько струн Это короче Короче гусли Они лишь только слабое подобие Бандуры Можете даже на ютубе посмотреть Наберите и послушайте Бандуру Недавно во Львове Я вот не застал к сожалению Я уже уехал со Львова Вот Во Львове Прямо на центральной площади Там где-то Огромное количество Там сотни Этих бандуристов Собрались Вот И они Ну как Играли на этих бандурах Вот Я смотрел записи на ютубе Потрясающе Потрясающе Вот У нас в церкви нету бандуры Но я мечтаю Чтобы у нас в церкви тоже была бандура И бандурист Чтобы был музыкант И чтобы вот Играли на бандуре Во время литургии Ой я думаю это прекрасно Вот Украинская литургия В нее Очень хорошо впишется Бандура По крайней мере Вот В некоторые эпизоды Литургии Вот Антифона допустим С бандура Я вот так вот Я не музыкант сам Да Но вот Когда Так прикинул Как говорится Вот как оно будет звучать На антифонах Допустим Потрясающе На Великой Ексине Допустим Там Миром Господу Помолимся И представьте Это все с бандуры еще Господи Помилуй Вот И Другие многие Ну не знаю Херувимская песня Я думаю Что она будет с бандуры Звучать потрясающе Вообще Вот А от Суси Или как забыл я Этого музыканта зовут Я себя скачал просто на телефон И поставил Как вот На вызов Поэтому каждый раз у меня утром Значит За место будильника У меня вот значит Звучит бандура И звучит Не просто бандура А звучит На бандуре Боже Великий Единый Вот Можете набрать Тоже так на бандуре Значит На ютубе Бандура Боже Великий Единый Вот Это потрясающее исполнение Это духовный дим Украины Боже Светлом науки И знания Молимось Боже Единый Нам Украину Украину Храни Всі Свої Ласки Щедроти Ти Ти На люць Зверни Дай Йому Волю Дай Йому Долю Дай Доброго Світу Свою Щастя Дай Боже Народу И Много Много Аллинуя, 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 Слава Тебе, Боже, Слава, 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 Слава. Сегодня молимся за Украину, молимся. Пусть это пробуждение духовное, которое здесь ныне как вулкан пробуждается, оно не останавливалось и дальше, и дальше. Последние эти годы потрясающие духовное пробуждение, национальное пробуждение, культурное пробуждение, но духовное это просто потрясающе. Религиозная свобода, которую постсоветское пространство не знало никогда в своей истории, даже в начале 90-х не было такой свободы религиозной, как здесь сейчас в Украине. Вообще это потрясающая эпоха, потрясающее время, и я убежден, что это духовное пробуждение, оно должно пойти отсюда по всему миру, ну по крайней мере на постсоветском пространстве однозначно. Слава Тебе, Господь, Аллинуя, Аллинуя. Да, друзья, братья, сестры, вот здесь Рувин пишет, да, было интересно про пороги, жаль, мысль ушла. Нет, она не ушла, потому что мы же сегодня причастие совершаем, мы же сегодня Евхаристию совершаем, поэтому и молитва как раз у нас, как раз о теле и крови Христа. Да, потому что все эти дни, Ниссана месяца, мы рассуждаем, особенно как раз вот после вот вчерашнего, 10-го Ниссана, рассуждаем о жертве Голгофы, рассуждаем о крови Христа и рассуждаем о тех великих прообразах, которые были. Да, более детально, конечно, можете тоже в интернете посмотреть, завет порога, или как это называется, завет порога, по-моему, так называется, Джим и Стейли, очень хорошая проповедь. Значит, вообще он очень хорошо учит, ну, есть моменты, конечно, такие, как бы, своеобразные, да, у всех проповедников есть какие-то свои своеобразные моменты, с чем-то согласны, с чем-то не согласны мы друг с другом, значит, да, значит, разная есть интерпретация, разное есть мнение, вот, наоборот, это не минус, это, наоборот, огромный плюс. Как Августин говорил, в главном должно быть единство, во второстепенном свобода, разнообразие, а во всем любовь, вот. Вот, и когда мы молимся, да, я понимаю, что кровь Иисуса Христа, она на косяках моего сердца, моего сознания, подсознания, моего разума, моей жизни, моей семьи, и это действительно, ну, великая тайна. И когда вот в древности вот эти вот косяки мазали, то кровь, не просто мазали, как вот иногда рисуют, там, чуть-чуть, вот, кровушкой помазали, как бы и все. Если мазали, так мазали, да, знаете ли, вот, и вообще козленка, которого вот вчера, получается, вводили в дома свои, жилища свои, 10-го Ниссана, 3331 год тому назад событий, я рассказываю сейчас. Вот, и он жил несколько дней, получается, в семье, вот, и потом его ритуально обескравливали, то есть его ритуально убивали, как Бог повелел это делать. И этой кровью мазали, вот, это сока крови было, да, в козленке годовалом, и этой всей кровью помазывали, то есть эту кровь не использовали больше никак. То есть всю эту кровь, сколько надо посмотреть, кстати, интересно, вот, даже, я не зоолог, и там, и, как бы, и не ветеринарный врач, но надо вот узнать, поинтересоваться в гугл нам поможет, наверное, да. Сколько крови, допустим, в козленке, в годовалом козленке, ну, я не знаю, я, мой дедушка, татарский мой дедушка, бабай мой, Галиахмед, он и козлят резал, и телят резал, значит, и, ну, такой был у нас рисник, такой известный. Вот, барашка там еще не успевал, значит, опомниться, а уже его разделывали. Вот, значит, и, поэтому, ну, там кровища много было, конечно, да. Но, что интересно, вот всю эту кровь, ее уж никак иначе не использовали, только мазали. То есть, всю эту кровь, с этого всего козленка, его обескравливали ритуально, и всю эту кровь использовали для помазывания вот этих перекладин. Получается, верхняя и боковые две, и кровь стекала по этим желобкам. И, значит, и потом на пороге был желобок. Археологи, на самом деле, нашли много этих желобков, и вот Джим Стейли очень хорошо, он даже, у него слайд-шоу на проповеди, очень наглядно. Я не могу сейчас показывать вам слайд-шоу, но у него технически все это было прекрасно оборудовано. Вот тогда, значит, и слайд-шоу показывают эти пороги, которые археологи находили на Востоке. Не только в еврейском народе, но и в разных народах были подобны пороги. Это порог как порог Завета. Вот, ну, у нас отголоски этих восточных верований сохранились, допустим. Ну, сейчас это не так актуально, но еще буквально лет там 40-50 назад можно было увидеть, как жених берет перед порогом свою невесту и через порог ее переносит. Сейчас кое-где сохранилось, в селах, допустим, в селах некоторых, вот, в городах во многих это забыта уже традиция. Вот, значит, но даже многие старые люди не знают, почему такая традиция у нас, откуда она. Сейчас давно уже нет Завета порога, но считалось, что если я переношу через порог, как бы, да, уже все, то это уже мое, это уже моя собственность. Это уже, ну, Завет уже есть определенный, Завет порога. Вот, значит, и в древности, когда-то там, то кровь, на самом деле, была в этом желобке ритуально обескровленного животного. И Господь Бог повелел козлят этих вот ягнят в годовалах резать в жилищах и мазать эти косяки, и, получается, порог был полон этой кровищи. Вот, то есть, все было в крови, получается, полностью, все было в крови. И это было знаком вот этого Завета, Завета порога. Вот, и что интересно, вот, как вот выражение есть такое тоже, да, вот Бог, вот порог, все, как бы, да, или без Бога не до порога. Такое тоже, в русском сохранились языки даже некоторые такие вот эти вот отголоски тех древних верований. Хотя сейчас, если вот спросить людей, откуда, почему такое выражение, люди даже и не знают, как бы, почему так говорим, почему так говорят, не знают. Как правило, много, что сегодня люди делают, они не знают, ну, как бы, первоисточник, причин, как бы, всего этого. Как, допустим, вот, на Пасху, там, куличи испекают, да, значит, яйца красят. Нет, откуда это, большинство людей, 99%, даже в век интернета, казалось бы, век информатики, ну, как-то не интересуются. А жаль, очень интересная информация, но об этом потом я расскажу. Сейчас, сегодня утром я, значит, совершаю причастие Евхаристию, и знаю, что кровь Агнца Божьего Иисуса Христа, она действительно, это кровь Завета. У меня здесь шотти, грузинский хлеб, остатки, то, что осталось. Вот, и с тандыры прям хлеб. Сейчас нашел здесь, возле Дарницы, тандыр тоже есть, вот здесь, в Киеве. Вот, и купил там хлеб такой, шотти называется. Вот, а на Пасху уже закупайтесь, друзья, осталось уже несколько дней. И, пожалуйста, кто не купил еще мацы, закупайтесь мацой, найдите синагогу в вашем городе, значит, в вашем районе, найдите синагогу, и обязательно заезжайте, вот, ну, сегодня, завтра, обязательно, закупайтесь побольше мацой, вот, значит, или же, ну, в Украине хорошо, что можно в любой супермаркет заехать и закупиться тоже, я вот на днях тоже закупился мацой, значит, уже, вот. Вот, и, знаете, потому что Пасха у нас праздник опресников, ну, кто-то языческие, оккультные традиции почитает там, куличей и крашеных яиц, но это не для нас, общение с бесами нам ни к чему, думаю. Вот, я думаю, что наше общение, верующие, должно быть общение с Духом Святым, зачем нам общаться с бесами, зачем нам давать место дьяволу, оно нам надо, не надо, конечно. Вот, поэтому уже много лет я, значит, ни кулича, ни крашеных яиц не использую. В 96-м году, когда я вышел из традиционного православия, то, как бы, все, я от этих вещей отрекся, как бы, и все, оно мне не надо. Уже наобщался с бесами в прежней своей жизни, достаточно, все, обрыдло, как в украинском говорят, обрыдло, достало, надоело уже, все. Теперь мое общение с самого 96-го года только с Духом Святым, мое общение только с Богом, все. И поэтому я лучше пасхальную неделю буду хлеб бедности есть, как говорится, лучше маца, но на свободе, нежели там макароны по расписанию у фараона. Пусть даже самые дорогие, самые вкуснящие куличи, вот, нас не заманят куличи, нет. Лучше хлеб бедности, но с Богом. Лучше маца и хрустеть, скромно мацой себе, знаете ли, похрустывать. Ну, и быть на свободе, и быть в свободе Господней, вот, поэтому, но последние дни квасного у нас, последние дни квасного. И вот, и у меня вот здесь остатки квасного хлеба, шотти, называется, грузинский хлеб, шотти. Вот, я совершаю причастие сегодня, рассуждая о теле крови Христа, о теле Господнем и крови Христа. Возвещаю смерть Господа, это великое торжество, возвещаю смерть Господа, потому что кровью Иисуса Христа свершилось великое искупление рода человеческого. Потому что благодатью мы спасены, и это не от нас, это Божий дар, аллилуйя. Потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их, и дал нам слово примирения. Поэтому мы возвещаем смерть Господню с великой радостью, да, со слезами, но и с радостью. Пасха для нас, каждодневна, календарная Пасха приближается, конечно, да, каждый год она у нас, каждый год мы празднуем, каждый год у нас красный день календаря, Пасха, да. Но, Пасха на дворе у нас всегда, потому что Иисус Христос, Он с нами во все дни, до скончания века. Он с нами во все дни, и Он наша Пасха. Пасха, поэтому и сегодня, и сейчас, Пасха красная, а Пасха, честная Пасха, великая, аллилуйя. Аллилуйя, спасибо Тебе, Господь, спасибо, благодарю Тебя, Боже, Ты наша Пасха. Пасха со слезами на глазах, радость со слезами на глазах, потому что мы знаем, какой ценой страшные были искуплены, и дорожим этой великой ценой. Боже, принимаю Твое прощение, аминь, принимаем Твою милость и благодать, потому что люди разные подключаются. Знаете, что кровью Иисуса Христа вы спасены, кровью Иисуса Христа, агнца Божьего. Я спасен, я прощен, Бог простил во Христе все, что было, есть, будет. Мы, живущие во временном измерении, временном этом мире, тварном мире, для нас чудно это, конечно, и непонятно. Но Бог чудесный, Он в вечности, и из вечности, в вечности мы с вами путешествуем, и в вечности Он простил нас. Бог, вообще, написано, Иисус, Он есть агнец от века закланный, в вечности, и как-то совершилось это все. В нашем временном мире, измерении, 2000 лет назад совершилось это искупление рода человеческого. Вот, а в вечности это все свершилось каким-то удивительным образом. Бог простил через нового Адама, через старого первого Адама, нашего пращура, 5779 лет назад с половиной беда великая пришла. Но почти 2000 лет назад через нового Адама великая радость пришла для всего рода людского. Аллилуйя. За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю, за воскресенье твое, за победу твою. За Голгофу, за кровь, я тебя благодарю. За воскресенье твое, за победу твою. За жизнь вечную, бесконечную, жизнь счастливую, пресчастливую. Благодарю тебя, Отец мой, Бог мой, Царь мой. Благодарю тебя, Иисус Христос, Спаситель мой, Господь мой, Искупитель, брат и друг мой, Целитель мой. Благодарю, о Дух Святой, ты всегда со мной, Утешитель мой. За все я благодарю, я тебя, Господь, люблю. Я тебя, мой Бог, люблю, и за все благодарю. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Роман пишет здесь тоже, как правильно заразумиты слова Господа тому, кто будет есть и хлеб, або пить и чашу Господне достойно, буду винный перед силами и кровью Господней. Я об этом рассуждал уже не раз на этих утренних включениях, трансляциях. И так же недостойно причащаются люди, и многие болеют, и немало умирают. И что было 2000 лет назад, что и сейчас, то же самое. И я недавно вернулся с Кривого Рога. Посмотрите тоже об этом мою проповедь, как раз именно о теле крови Христа, перед причастием в воскресенье. И знаете, что скажу? Ну ссылочку, наверное, потом дам уже. Что скажу, друзья?